Молитва — это фактически пометование. Пометование с помощью звука. Вот так, если коротко сказать, что такое молитва, это способность заставить свою память думать о чём-то, что разрушает препятствия в жизни. Все священные писания утверждают, что если человек думает хотя бы о тех людях, которые искренне морятся, то в это время, как ни странно, вот это происходит. Это удивительно для человека знать. В это время то, что является для вас непреодолимой трудностью, и вы не знаете, что с этим делать, начинает постепенно сила этой трудности таять. Как это происходит, невозможно понять человеку, потому что там действует энергия Бога. Ну, допустим, муж, который хочет уйти, вдруг перестаёт хотеть и так далее. Ну, то есть вы берёте, молитесь, и препятствия в жизни как бы разрушаются. То, что казалось непреодолимой, становится преодолимой. У меня есть тысячи примеров на то, как это происходит, и это является стопроцентным закономерным знанием, которое всегда работает. Я уверен, что у вас тоже в зале есть такие люди, которые просто молитвой меняют свою судьбу успешно. Но это не быстрый процесс. Вот, допустим, кто у вас, допустим, муж пьёт, допустим, и вы чувствуете сначала спокойствие в сердце, потом вы начинаете с ним общаться, он уже понимает, что надо бросить, потом он увлекается в здоровый образ жизни. Начните свою молитву. Давайте я порасскажу, как это происходит. Вы садитесь в спокойном месте, в спокойной обстановке. Лучше всего во время молитвы не двигаться. То есть вы встаёте просто и не двигаетесь. Самое лучшее, что я начинаю. Включаете, допустим, какой-то голос, ну, любых людей, которые лучше хором поют молитву, или один человек, который очень искренне её может быть поёт, может быть повторяет. Есть разные варианты. Главное, чтобы вас это сильно вдохновило. Вот, допустим, вот то, что я сейчас включаю, по-моему, у нас всё это можно на сайте найти. Ну, вот я вам предлагаю варианты, допустим. Вы не обязательно будете повторять в том же ритме, в том же темпе. Вы можете повторять свою молитву. Но при этом надо очень чётко понять, что вам надо сильно настроиться на истинно человека, который искренне молится. Понимаете? Если вы на него настроитесь своим голосом, ну, допустим, вот, голос искренний молящегося человека.